Верховный суд Крыма стал на сторону женщины, ведущей борьбу с соседями, самовольно перестроившими дом по улице Воровского. Апелляционную жалобу одного из таких застройщиков на решение местного суда отклонили. Высшая судебная инстанция республики подтвердила незаконность перестройки к дому. Теперь слово за городской администрацией. Напомним, в феврале в эфире нашего телеканала уже выходил материал об этой ситуации. Ирина Игнатович жаловалась на пристройку под ее окнами, создавшую невыносимые условия для жизни. Крыша летом нагревается, из химии сделана прям под окнами, значит нагревается до 80-90 градусов. Летом, когда жарко, я даже не могу открыть, проветрить окна. А сейчас вот зимой снег, дождь, мокро, сыро в квартире. В общем, создает мне очень большие неудобства вот эта сейчас последняя нижняя пристройка. Дело попало на рассмотрение Верховного суда республики. Высшая судебная инстанция Крыма признала пристройку к дому незаконной. Я очень хочу от всего сердца поблагодарить первый крымский телеканал за то, что они освещают злободневные темы. Людям, которые месяцами, годами проходят все круги ада, нигде не могут добиться справедливого решения. После освещения 24 февраля в сюжете моего вопроса, я надеюсь, что все-таки уже скоро, в скором времени, снесут вот хотя бы уже вот эту пристройку под окнами моей квартиры. Эта пристройка – не единственное нарушение при перестройке дома. Под видом реконструкции квартиры один из владельцев воздвиг капитальный третий этаж. Чиновникам еще предстоит разобраться и с этим вопросом. Вчера я была на приеме у начальника департамента технического контроля. Мне подтвердили, что были на днях посланы запросы в БТИ, в Госкомрегистр, о других самовольных застройщиках, которые нарушили целостность здания, первоначальный его архитектурный стиль и при этом разрушили мою квартиру. А пока правовой департамент городадминистрации займется решением вопроса о сносе пристройки, уже признанной незаконной. Алексей Щербак, Алексей Романов, Время новостей.